Доброе утро! В эфире 12-го канала новости в студии Любовь Фёдорова. Коротко о темах выпуска. Заготовка зерна уборочная и нацпроекты. Губернатор Омской области выехал в Крутинский район. В маршруте объезд даже небольших сёл. Киборг-уборщик и зелёная карта города. Омские разработчики представляют свои новые изобретения. Какими функциями наделили искусственный интеллект? Барсы загрызли ястребов. Авангард продолжает серию неудач. Что не даёт амичам вырвать победу? Губернатор Александр Бурков сегодня с рабочим визитом в Крутинском районе. У главы региона насыщенная программа. Особое внимание аграрному сектору. В Омской области продолжается уборочная кампания, поэтому первым делом губернатор отправился в одно из Крутинских хозяйств. Здесь, несмотря на засушливое лето, удается собирать по 30 центнеров зернобобовых культур с гектара. Теперь, говорят сельхозпроизводители, главное сохранить богатый урожай. На предприятии освоили и заготовку кормов по современным технологиям. Какие бы сюрпризы погода не готовила, силосов всегда будет в достатке. Не исключено, что хозяйство поможет южным районам, которые сильнее пострадали из-за суховеев. Также глава региона посетит отремонтированный дом культуры в селе Яман. Капитальную реконструкцию здесь провели впервые за полвека. И сегодня же состоится выездное совещание губернатора с главами районов. В Крутинке работает и наша съемочная группа. Все подробности в следующих выпусках новостей. И к другим темам в эти минуты. В городке Нефтяниках устраняют последствия ночной аварии, в результате которой рухнул фонарный столб. Из-за порыва проводов оказалось нарушенное электроснабжение. ЧП произошло в районе четырех часов. Со слов очевидцев, иномарка на скорости влетела в опору. Конструкция не выдержала мощного удара и упала прямо на машину виновника аварии. На кадрах с места происшествия видно, что водитель серьезно не пострадал и может самостоятельно передвигаться. Однако осколками стекол ему порезало лицо. Упавший столб также слегка задел припаркованную рядом иномарку. Сейчас на месте работают сотрудники Омской электро. Все последствия аварии обещают устранить уже к обеду. Омск-водоканал наказали рублем за угрозу загрязнения Иртыша. Компании придется заплатить штраф. Проверку предприятия провела прокуратура. В ходе инспекции выяснилось, что водоканал сбрасывал в воду в реку сточные воды. Компания использовала хозяйственные объекты в охраняемой зоне Иртыша без специальных фильтров. Из-за этого возникла угроза его засорения. В отношении организации завели административное дело. Росприроднадзор, в свою очередь, поддержал прокуратуру и назначил водоканалу штраф в полмиллиона рублей. Ему бы в кино блистать, а он мусор с городских улиц убирает. Студенты IT-лаборатории представили свою новейшую разработку. Робота-дворника. Трудится чистильщик с искусственным интеллектом готов, как и его реальные коллеги, по 8 часов в сутки. А главное, на больничный или в отпуск уж точно не уйдет. Еще один проект молодых гениев – «Зеленая карта Омска». Она, уверяет программисты, раз и навсегда поможет урегулировать конфликты между горожанами и чиновниками в вопросах экологии. Каким образом и сколько времени студентам потребовалось на подготовку передовых проектов, Екатерина Булучевская расскажет. Что ты такое? Этот шуточный вопрос, распространенный среди интернет-пользователей, первым приходит на ум, когда видишь необычную конструкцию. Металлическое тело, глаза камеры – типичный робот из фантастических фильмов. Но киборг с омской пропиской в кинозвезды не рвется. Его роль – дворник. Работает по принципу пылесоса. Увидел мусор и проглотил. Причем все подряд в механический рот не тянет. Может в считанные секунды отличить фантик от окурка или, например, ветку от палочки для мороженого. Опознает умный уборщик и потенциальные препятствия. Камера подключена к нейросети. Благодаря нейросети камера распознает более 50 объектов. Это бычки, скамейки, лавочки, урны, деревья и многое-многое другое. Также он умеет определять людей. Он не врежется в препятствия и будет их обещать. Чтобы искусственный мозг заработал, живому пришлось трудиться два месяца. Студенты IT-лаборатории проглядели все глаза в мониторы, писали программные коды. Теперь управлять робота можно всего в пару кликов дистанционно. Достаточно установить на телефон специальное приложение. А отработать такой чистильщик может в полную смену 8 часов. И на усталость жаловаться не будет, да и на больничный не уйдет. И все же без руки человека никак сам себе робот задачу не поставит. Образец пока экспериментальный, но в будущем не исключено, что проект отправится в серийное производство. Он намного дешевле западных собратьев, которые стоят миллионы рублей. Конструкция собрана из подручных материалов. Вакуумный шланг, колеса от гироскутеров, обычные веб-камеры. Образ придумал и воплотил в жизнь один из омских инженеров. Уборка мусора – это изумительная задача для искусственного интеллекта. Потому что она очень однообразна и повторяема. Искусственный интеллект как раз такие задачи и любит. И мы таким образом избавляем человека от скучного монотонного труда. А для робота это как раз самая привычная и приятная работа. Робот-уборщик – не единственный перспективный проект IT-лаборатории. О самых выдающихся 12 канал уже рассказывал. В прошлом году команда молодых гениев оцифровала экспонаты из музея имени Врубеля. А затем переселила их в сквер Дзержинского. Конечно, только в виртуальной реальности. А вот еще одно полезное детище светлых умов из нынешней смены. Зеленая карта Омска. Эдакий реестр деревьев. Разработчики поясняют, все растения, что есть в парках и скверах, имеют свои кадастровые номера. А вот хаотично растущие тополя или липы в документах официально не существует. Поэтому их могут незаметно спилить. Чтобы конфликтов между горожанами и властями не было, зеленую карту и создали. Она станет своего рода коммуникатором. Администрация на карте видит те деревья, которые жителям важны, о которых граждане беспокоятся, заботятся. И будет понимать, что вот эти деревья городу важны, их нельзя просто так спилить незаметно. В то же время администрация со своей стороны может оставлять комментарии, что вот это дерево, оно уже болеет и оно подлежит сносу. Пока деревья на карту заносят только волонтеры, но в скором будущем доступ дадут всем желающим. Главное условие – авторизация. Координаты зеленого объекта программа установит самостоятельно. Кстати, справиться с приложением сможет не только молодежь. На людей в возрасте у нас приложение рассчитано. Это одна из наших основных целевых аудиторий, потому что обычно пожилые граждане очень заинтересованы в озеленении. Постоянно всякие клумбы, активности и так далее. Я как дизайнер постаралась сделать приложение юзер-френдли. Там есть инструкции по добавлению дерева. Всего в этом году на участие в IT-лаборатории было подано свыше 200 заявок. Из них отобрались 110. Ребята не только пополнили портфолио, но и кошельки. Авторы лучших проектов получили денежное вознаграждение, которое направят на новые полезные разработки. Екатерина Булучевская, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Новый поворот в истории парковочных войн на 19-й линии. Жильцы многоэтажки, у которых сгорели несколько автомобилей, подозревают в поджоге владельцев местных коттеджей. Инцидент, напомню, произошел в начале недели. По предварительным данным, ночью неизвестный бросил емкость зажигательной смеси в припаркованную иномарку. Огонь распространился настоящей рядом авто. В итоге сгорели четыре машины. Сейчас в истории разбирается полиция, а местные уверяют, скандалы происходят из-за парковочных мест. На стоянку заезжают и автолюбители частного сектора, с чем жильцы Высотки категорически не согласны. Информация о происшествии поступила в отдел полиции номер 9 в 3 часа 46 минут в ночь с 11 на 12 сентября. На место происшествия сразу были направлены службы экстренного реагирования, следственная оперативная группа отдела полиции. Возгорание было локализовано. Откровение местных жителей, интервью с Амичом, который стал жертвой так называемых парковочных войн, а также история пастухов, которым грозит колония из-за неудачной шутки над другом. В новом выпуске проекта основано на реальных событиях Омск сегодня в 22 часа на 12 канале. Амичи сэкономят на проезде в общественном транспорте до 9 рублей за поездку. Такая возможность есть у держателей карт платежной системы МИР. Акция уже стартовала и продлится до конца декабря. Все подробности в нашем следующем материале. Проезд в общественном транспорте дешевле минимум на 7 рублей. Скидкой могут воспользоваться владельцы карты МИР, привязанной к смартфону на базе Android с функцией NFC, то есть бесконтактной оплаты. Карта загружается в одно из мобильных приложений МИРПэй либо Самсунгпэй. Сделать это очень просто, меньше минуты, можно пользоваться скидкой. Многие амичи уже оценили достоинства сервиса. Я постоянно пользуюсь платежной системой МИР в общественном транспорте. Расплативаюсь как телефоном, так и картой. Это очень удобно. Кроме того, акция, как считают организаторы, поможет быстрее внедрить оплату проезда через валидаторы. Скидка по карте МИР, загруженной в смартфон, распространяется на оплату проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных терминалами для приема бесконтактных платежей. Нашими предложениями со скидкой можно воспользоваться в любом регионе, где проводится акция. Для этого вам не нужно делать каких-то дополнительных действий, регистрировать вашу карту. Просто используйте вашу карту МИР, загруженную в смартфон, мобильные платежные сервисы МИРПэй либо Самсунгпэй, и приезжайте в любой регион, где проводится акция. Вам необходимо просто поднести ваш смартфон, загруженные карты к валидатору, и вы оплатите проезд уже со скидкой, либо вам вернется кэшбэк. Сэкономить можно и 9 рублей от базового тарифа при расчете за проезд единой карты АМИЧа. Она также выпускается на базе платежной системы МИР. Акция продлится до конца декабря. Дарья Садчикова, Матвей Олемский, 12 канал. Сегодня Омская филармония открывает 83 сезон. Для АМИЧей подготовили массу сюрпризов. Вальс фантазии по пьесе «Глинки» погрузит слушателей в атмосферу мечтательной грусти и отразит внутренние переживания писателя. В рамках музыкального фестиваля «Опус-33» произвучат произведения Шабалина и Чайковского. Репертуар связан с цифрой 33, так как все композиции написаны авторами в этом возрасте и носят соответствующий порядковый номер или содержат его в названии. АМИЧи смогут попасть и на абонемент, посвященный Рахманинову. Он состоит из трех концертов. Традиционно со сцены прозвучит и белая симфония. Перенесли в Дом музыки и мультимедийный проект «Сальвадор Дали». Полотна художника оживут под звучание симфонического оркестра. У нас 12 ноября будет большое событие. Дмитрию Владимировичу исполняется очень красивая дата 5.0 и 25 лет творческой деятельности. Вот так это все красиво совпало. И будет у нас юбилейный концерт программы. Мы не разглашаем этого концерта. Это будет сюрприз. Очень интересное событие у нас произойдет 4 октября. К нам приедет певческая капелла Санкт-Петербурга и Иркутский губернаторский симфонический оркестр. Это действительно событие, потому что певческая капелла, ее называют еще восьмым чудом света. Обновила Омская филармония и внешнее оформление. Чтобы привлечь новую аудиторию, провели ребрендинг логотипа. Скрипичный ключ заменили лаконичными половинками круга, разделенными пространством. Брошюры и афиши теперь будут содержать яркий фон и черно-белую фотографию. «Авангард» продолжает проигрывать. Команда Дмитрия Рибыкина потерпела шестое поражение подряд на выезде от Бориса со счетом 3-5. Уступая по ходу матча 0-2, а мячи отыграли одну шайбу за 6 секунд до конца второго периода. Однако, провалив старт третьего, нашей команде пришлось нагонять отставание уже в три очка. Максимум, на что хватило ястребов, сократить разницу до минимума за счет точных бросков Толчинского и Брюквина. Однако пятая шайба в пустые ворота подвела неутешительный итог очередного поражения и лишь одну очко из максимум 12 возможных. В составе мячей после травмы в этой игре дебютировал Александр Дергачев. Он сделал голевую передачу, а после игры отметил, что для того, чтобы победить, авангард должен забрасывать первым. Надо, мне кажется, нам больше сконцентрироваться на том, чтобы именно первыми забивать, так будет легче вести игру. Конечно, витает легкое, ну и не легкое, а напряжение в команде, так скажем, безразличных нет. Будем 100% выберемся из этой ситуации. Болельщикам хочется сказать, чтобы так же переживали за нас, болели. Запасайтесь терпением и попкорном, как говорится. В скором времени все наладится. Повторный поединок против Бориса состоится уже сегодня. Команды снова встретятся в Нур-Султане. 12-й канал покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции в 19.15. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Каркасные бани. Скидки. Доставка бесплатно. Кедровый мир. 50 50 24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Купи теплицу осенью, весной будешь с урожаем. Сейчас дешевле. Красный путь 143-1. Телефон 341-341. Компанию «Межрегионстрой» для выполнения работ по строительству Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Эртыш требуются инженерно-технические работники, бетонщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций, электросварщики ручной сварки, машинисты бульдозера и экскаватора, водители автомобиля. Телефон 8904-323-2095. 8904-323-2095. Сегодня, 16 сентября, в Омске ясно. Днем до 16 градусов выше нуля. В районах переменная облачность. В дневные часы до 17 градусов со знаком «плюс». Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Далее смотрите программу «Управдом». Увидимся в 14.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова